Под председательством президента Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам совершенствования первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения. В начале совещания проанализированы проблемы в деятельности сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник. В связи с этим президент подчеркнул необходимость коренного пересмотра системы медицинского обслуживания в СВП и семейных поликлиниках задачи и функций врачей и работников среднего звена. Первоочередной целью определено превращение врачей общей практики в семейных врачей на основе передового зарубежного опыта. Для содействия их деятельности будут организованы медицинские бригады по терапии, педиатрии, акушерству и патронажу. Эти подразделения будут работать адресно с закрепленными за ними семьями на основе специально составленной карты. Будет проведена оценка состояния здоровья населения и создана электронная база данных. Для этого медицинским бригадам будут предоставлены планшеты и мобильные диагностические средства. Дети младше 5 лет, беременные женщины репродуктивного возраста и старше 35 лет, а также лица старше 40 лет, будут охвачены постоянным наблюдением и регулярными скрининговыми обследованиями. Будет налажен индивидуальный патронаж людей, входящих в группу высокого риска. Отныне направления на бесплатную медицинскую помощь и рецепт на бесплатно распространяемые лекарства будут выдаваться семейными врачами. Их труд будет стимулироваться в зависимости от показателей здоровья жителей Махали. Ответственным лицам поручено поэтапно внедрить эту систему в городах и районах, переобучить медицинские бригады на основе передового опыта, разработать критерии оценки и порядок поощрения деятельности семейных врачей. На совещании всесторонне рассмотрен вопрос кадрового обеспечения. В связи с этим президент подчеркнул необходимость привлечения выпускников к СВП и семейным поликлиникам путем создания достойных условий для них. С этой целью будет внедрена программа «Сельский врач» для системы первичной медицинской помощи в отдельных районах. В рамках этой программы медработникам первичного звена в отдаленных районах будет предоставлено разовое пособие в размере 30 миллионов суммов, а также служебное жилье или компенсация за аренду жилья. Дано указание увеличить квоту в медицинских вузах, определив потребность врачах в разрезе махалей, а при выделении потечного жилья отдавать приоритет специалистам первичного звена. Исходя из потребностей населения, в следующем году планируется создание 100 сельских врачебных пунктов и 24 семейных поликлиник. На примере сардаринского опыта будут четко определены задачи каждого звена системы здравоохранения и разработаны отдельные гарантированные государством пакеты медицинских услуг и лекарств. Для финансирования пакетов будут внедрены механизмы государственного медицинского страхования и создан отдельный фонд. Подчеркнуто, что работники первичного звена должны разъяснять населению пользу правильного питания и физической культуры. С 1 июня следующего года детям до 5 лет будут бесплатно предоставляться витамины и питательные микронутриенты. Детям до 10 лет – противопаразитарные средства. Беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 15 лет – йодные препараты. Женщинам в возрасте до 35 лет – фолиевая кислота и ферру. Эти лекарства и витамины будут раздаваться семейными врачами. На совещании подчеркнуто, что в каждом регионе должны быть созданы лечебные учреждения с привлечением частного сектора и с учетом специфики самого региона. Даны указания по организации в регионах филиалов ведущих зарубежных линий по указанным направлениям медицины – привлечению к этой работе частного сектора. Отмечено, что необходимо установить связь между 17-ю республиканскими специализированными медицинскими центрами и медучреждениями на местах, развивать обмен опытом с использованием телемедицины, открывать региональные филиалы специализированных центров, исходя из вида и динамики заболеваний.